откуда приехали мы с володей пищиком меня зовут владимир сурау мы приехали где машина вот здесь стоит здесь это володя где а володя он ушел к игорь игорь там их батюшки сходили в батюшке благословились в этой к двое двое приехали до сейчас у игоря у вас документы с тобой да 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 цель вашего приезда крестивший полный погружение володя до мы сходим в храм вместе с ним у вас так вы не стойте там все зайдите так чтобы у вас нет таких вопросов которые бы смущали вас относительно крещения необходимости правильного крещения или вы твердо уверенно что то вам необходимо ну вот были сниму были смущения что это было не так сделано проводит а вам все это разъяснил но я смотрел ваши ролики я знакомы уже с вами данные уже больше года снова все известно если ваши книжки считал так ведь у нас тут окажем уже озаботиться привет и где вам быть сегодня мы подумаем я когда с володей увижусь поехали сейчас должны приехать с краснодара у нас сегодня прибыли там гаде технической лепку привезли десять бурок там машины посмотрим куда так закрывай так ничего не нарушил нет жалоб не было нет проходи садись на свое место что начинает поправляться детский лагерь сегодня делать ничего нельзя вчера день был проходящим и по ягоду сходили вас не смущает что у вас снимается нет не смущается потому что я смотрю то вам давно уже ничего не даже зарегистирую сейчас пока володя еще не встретил у вас что-нибудь такое срочное нужно что спросить сейчас вам необходимо для устроения дальнейшего разговора жизни намерения вашего какие-то вопросы прям необходимо лише ну во-первых я хотел узнать ваш опыт работы не поскольку я учитель сам я учитель с детьми работаю больше тридцати лет и привез там небольшие вам подарочки вот видите команда моя какая-то замечательная 44-й год ложится я вот поэтому и смолита начинается но у нас дети видите разные и покинутые заторможенные каких только не было мы не разделяем по нации у нас тут были евреи еврейские консильные цыгане немцы казахи греки кого только тут не было были баптисты и аббинтисты мы никого ни к чему не принуждаем просто открываем красоту христианство православие что есть вот поэтому я хочу вам сказать поблагодарить вас по моему мне тепло в него можно я в нем пока не между еще так-то нет потолок я заведу там не брал ну опыт какой я не учитель это первое у меня нет никакого образования вообще я строитель а это я делаю по любви к моему господу и по потребности моей души я просто чувствую это если что не так где конечно я очень и очень много учился считал самостоятельно все эти ушинске сухомлинский я проходил и конструкцию но я все ставлю во свет святой видео что говорит слово божие об этом раз я насчитывал я на златоуста то знаю много об этом говорить здесь вот я все это хорошо что разномастная у меня аудитории притом лагерь не имеет возрастных групп было от 7 месяцев до 72 лет бабушки взрослый может прибывать чем занять что дать у нас отличается от других лагерей тем что дети встают пять утра таких лагерей вообще не встречал не за рубежом я в америке много видно а почему вы спрашиваете я в первую очередь я обращаюсь к слову божию и говорит о том что дети данный богу я его детям и которых дал мне его и так поэтому я вижу дети которые долго спят безразмерно долго они никакие но кто рано встает знаете кому и кто что дает поэтому нельзя надо быть быстро у нас все делается бегом есть спокойствие только на молитве и на чтение слова божия вот два момента чтобы тут не торопиться мы конечно должны иметь больше времени уже на улице никита не стоит зайди выше сюда так остальные эти куда ушли здесь не все раз понялись как они взяли когда по моему порвают здесь а почему порвают знаю это давно с первого дня наверно как я сюда приехал значит среди китерей поищи по размеру они очень очень крепкие а это одна надежды васильев сможет она зашить или нет посмотри среди китерей какие здесь были узнать где они там на складе или где понял там бывает больше даже и по размеру шинель посмотри это не из-за того что мы бедные только а это внутренне мы должны понимать чем упрощеннее наша жизнь у нас больше высвобождается времени я говорю вам о себе от чего я занимаюсь этим делом допустим я уверовал вера у меня перспектива большая я учусь в это время высшим мореходом училища я понял мне это не надо мне нужно быть ближе к народу свободе и свободе незанятости умом я ищу такую работу что физические руки работали тело двигалось умом я был не здесь если я работу хорошо знаю как класть пищу на 40 лет пищевой мне думать не надо глаза завяжи я тебе пищу буду положить я с первого дня это понял поэтому строгаю полы застилаю там рамы строю стену а я не здесь и поэтому когда люди удивляются как это можно было сделать со мной для меня это норма и поэтому этот опыт я стараюсь передать детям то что я живу этим живу и все время стараюсь подняться на больший уровень совершенства у меня были моменты когда я сбунтовался внутренне против третьей части жизни что восемь часов уходит на сон там и все я не согласен я с этим я начал себя ужимать и сон довел два с половиной часа дальше уже я почувствовал это не мое это организм не тянет и вот поэтому столько много времени а потом считаю этим занимался Костик Елизаров у Леонардо Давидовича Долянек айдисон тут вообще два с половиной часа спал и это я стараюсь дать детям и вижу это конкретно вот они приезжают у меня времени это мало всего один месяц редко-редко на второй месяц а дети такие что у меня есть стихотворение одно а Виктор Михайлович старший воспитатель положил его на музыку и на гитаре играет и дети поют лагерь там степи на навозной куче что может быть круче вот они поют и дальше все состояние детей столько опоганено и брошено как с ними смотреть и дальше я показываю какие у нас хлопцы какие-то щата ну и все то есть я не поэт но у меня потребность такая я стараюсь это привидеть и меня это считают поют чтобы было ребенку по силам это было когда набираем детей родители бывают верующие а ребенок никакой я его не возьму потому что мы можем ему испортить летние каникулы ему стоять в церкви в православии ничего не понятно зачем ему это за стол и за стола он не такой ему не надо это да нет он ходил в воскресную школу видишь что не понимает ладно возьмем до первого поворота а потом уже не занимаюсь ты видишь он поехал другие я беру из опыта собственной жизни вот ездил в паскалском лагеря в америке там где смотрел и я говорю ваших воспитателей даже в ограду не запустил нарушают посты и священники там стоят честь флагу американскому отдают они это принято обязаны были у нас этого нет хотя мы каждое воскресенье по уставу мы взвешиваем наш российский флаг российский я другие флаги него что считаю просто тряпки а наш российский триколларный флаг это божественный дар единственный флаг данной человечеству неконфессионально независимо не национальные вневременные легко это доказать стараясь это привить детям не потому что мы патриоты а потому что это проповедь евангельская проповедь русский флаг евангельская проповедь другого флага нет его нельзя составить даже не знал бы я про него я бы составил именно его таким размеры другие все цвета я говорю о цветах больше меньше там это другой разговор и поэтому не педагог я этим занимаюсь все время идут четыре раза в день у нас разборка идет вот он один сегодня бежали дети он передом идет а его решили обгонять а чтобы не обгоняли ногу подставил дети сразу обязаны доложить это посигновение на личность человека у меня везде физическое наказание меня трепали уголовного дела возбуждали кончилось ничем ни разу ничем не закончилось а какое наказание ну у нас пирс доски ребенок налет и летит по доскам а там между досками щели где-то бежать нельзя опускаться спокойно надо он бежал узнали лишается купания на купание он был не хотел работать там плохо значит я его лишаю еды там первого второго бывает полностью и как он должен стоять и смотреть как другие едят то есть через желудок тронуть его независимо Никита подошел сейчас взрослый и все это заснято из-за него там заступает я его лишил завтрака так там даже одна позвонила я его как сына полюбила а вот вы его лишили да разве Бог так делает вот эти библии Бог как раз так и делает целые страны ставят в голову по 7 лет не урожай как в Египте люди не знают это и вот относительно детей если вот вас что-то интересует я это показываю вот в этих записях они как будто маловажные но вот уже проходит месяц и такие пошли отзывы мы этого не встречали да как плохо что в жизни своей мне 31 год я не встретил нигде такого лагеря почему больше этого нигде нету видите приходится все время какие-то преграды преодолевать но вспоминаешь святых которые говорили неоднократно что если дело твое не терпит сопротивление оно не угодно Богу потому что мы делаем божественное сатана никуда не делся он обязательно будет везде против везде обязательно Иерусалим решает восстановить Ниемя возвращается из плена в это время там балабаны разные вылазят и они начинают жаловаться царю и прикрывает дело строительство храма остановлено это было переводят библию значит другие не дают реакция такая 30 лет наконец библия переведена я знаю все это я на все сопротивления которые делают власти там обстановка или близкие смотрю-ка на неизбежную это должно быть если оно есть такое сопротивление а сказать почему они не могут и а плоды по плодам будут я вижу плоды они ничего не видят просто жалеют ребенка да вот попозже бы вставали да не знали но ребенок там вроде 5 лет каких-то вы посты тут заморили постом во-первых не заморили во вторых дети веселое здоровое а в третьих внутреннее довольство мы православные вопросы все сняты мне не надо говорить я могу легко доказать православные посты не евангельское устроение не считая апостольское 69 правило четыре десятница среда и пятница но это все относятся не к апостольским временам даже может и второму веку я отвечаю только один а кто включил никита не знаю сама включила нет так подождите кто включил никита никита смотрите там что какую а декабряда включил тарас бульба можно посмотреть да можно но не очень много пользы там тарас бульба считать нужно а в фильме это не показано что самое главное как они там евреев гробят ненавидят вот этим я могу поделиться вас это интересует просто стоять и смотреть для людей которые вновь здесь находятся это странно кажется приехали вот он приехал сносибирской я видел видеоролики я понял и вот ребенок маленький мой сынок по-моему сколько мы два с половиной года на со сменой воду вот он лезет в лужи ногой толщи там лужа грязи а что с ним делать я матери говорю пуповину отрезать надо сначала он привязан к ним все время никуда он хватается запрокидать голову не может никуда и она видно что уже начинает доходить что она нигде и нету она духовно развиваться не может еще от каждой минуты и дёргает зачем вы это делаете ну а как снимки мне легко разговаривать она еще там в аптисме она еще не приняла и о крещении речи не ведет поэтому тоже сын есть маленький мать этих два года лука вот сегодня мы эти с этим разговаривали вот аж от стоят здесь вот уже здесь мать стоит я говорю а то я у меня хватает каждую минуту отойди это все записали увидите потом ролики а потом говорю встать с той стороны от него а он стать сюда отец и все отец трогал видно что он хочет чтобы он был другой что дело держать руки поднимет так больше не трогаю его ребенок успокоился сразу совершенно понимаете так я говорю о наказании а где наказали наказание какого я была ребенок показал себя другим и если вот так себя всегда вел то матери было бы больше свободного времени правильно и вас мир мне между собой не было бы этих недоразумения раз такая обстановка она накаленная дергать тот она выплескивает и на тебя но ты ясно девочек ты чувствуешь свою силу а куда она же наденется понятно в доводы мощная но не всегда не долгосрочная там подрастает помощник на вас не всего его за воспитание просто открытыми глазами открытый бок у меня называется смотреть на все надо и что святые отцы говорили что говорит мне жены розги где применять как я ему говорю не за уши не за волосы не дергай его не трогай у него ассоциация и продолжение все что делается боль с тобою а когда розгу он именно на розгу направлен внимание ты а у тебя отношения с ним легче сохраняются наказывать редко нужно но за дело особенно за ложь меня дети сейчас прикормил дети разные-разные нету и лжи не было еще а как уборитесь страхом любое наказание увеличится ровно в десять раз не за что только за ложь это видимо за спать уж так делать какие они дети смотреть друг друга там пичкают и ударит бывает даже но без наказания ни один не останется ударил 10 лет 5 7 горячих обозвал его как-то там 5 горячих то есть это крапивы его заведу отдельно сами молятся где-то там я могу просто поговорить еще не коснуться его условно вот это все надо вкраплять страницу священного писания дети задача одна довести до неба а если нет сомнительно спасутся ли родители если дети вон в другом можно вопросы гадите дальше а вот если родители вот не верующие вот у меня приходят дети им рассказываю о христе привожу читаю евангелие и вот все это у них они впитывают приходят домой а там опять вот как вот здесь я сижу в кадре это более сложная обстановка сидят люди не за благовидные дела моя беседую с 8 до 10 и уже в первый вечер вся камера мне покоряется вся 70 уголовников за убийство сидят за изнасилование как покоряется смысле том что с 8 до 10 я веду уроки из них находятся человека три не курящие тщательно вымоет руки пахан то есть старше над камерой он следит чтобы ни один не закурил это чего-то стоит это да даю ему считать новый завет мелкие у меня они считают я им разъяснили бывают такие которые подходят говорили бумага все терпит это можно написать я тоже могу написать никакого внимания я отвечаю вот мы сидим в камере тут во главе но за кто во главе допустим несколько человек арестован и кто-то главный у них за паровоза считается он тянет других а у него за собой там секретарь и райкомов то еще серьезное дело раскрыто и а второй преподаватель 2 группы космонавтов мы трое были называли камера академика понятно никто но уже проходит три дня уже насмешки кончились у них много грамоты и они уже спрашивают а что там у тебя написано то есть везде и всюда я выставляю абсолютный авторитет перевели меня в комнату в комнату в камеру где милиция офицеры сидят там за убийство превышение полномочий тоже там там другое отношение уже получше и он от один майор там спрашивает а как в таком случае поступите как у нас ответ есть писание отвечаю глава стих просто а вот это так опять вот лежит лежит что-то губами пожует лежит здорово вы вообще не уязвимы вас есть какой стороне это писание дает мне шанс такой то есть лучшего варианта нет который дается вот у него жена узнала что она ходит другому я встал с дерева так вот оперся и говорит ты что думаешь она как сюда лезет и лезет говорит я как дал ножом говорит схватилась за живот на кровать только легла и кончилась а другой на охоте был я нечаянно там стреляла убил кого-то вот как поступили бы вот там-то там-то ну я писание знаю поэтому я привожу пример развернутая история а вон мыслящий лежит лежит долго лежит думают потом нет вообще невыязвимо также я заканчивал там юридические институты почему ж нам-то то не преподают то почему вы это просто я не преподаватель не имеется не министр культуры я бы поставил в обязанность преподавать и они эти люди имеют вот так эти неверующие которые у вас вы не лично скажите никакого личного слова так сказать в листописании скажите у нас написано первом послании коринфянам 5 глава 10 стиха апостол павел говорит так для них эти коринфянам главы стихи никакой роли не играют на счет ты пудришь мозги ты мне там главы стихи ты конкретно скажи что сейчас делать с ним то у меня одна приехала я не знаю еще с ним на седьмом этаже его выброшу в окно ребенка я третий раз развожусь из-за него а другая бабка там ребенок бежал туда ему ноги отрублю топором убежал отсюда и вот как есть сказать я теперь должен показать выход ей один не два и выход только в дверь это через христа ребенка привезли а он как бешеный сумасшедший там клумба у нас начались клумба через заграда перемахнул и тут же подбежал девушку даже у нас не положено жаловаться в лагерь это из детей надо истребить она сказала ему сразу пойдем к воспитателям а он не пошел теперь может прийти ему дань шангул ты пожалуешься еще тебе еще домах я и про это еще расскажу ну и сразу и вот это рисовали мое начали а виктор николаевич я обычно наказываю родителя где-то бывает не тормать зашла там зал где играет в теннис смотри села и ходе а у него держит он как змеёна шизерок выворачивается небольшой пацан может быть лет 8 но тут я уже выдал по полной катушке у нас биты играют городки и он успел в коллекцию сбросить ему какая польза то то ну просто растет маленький русский человек но тот когда его взгрел и дальше одна из последних у нас кар это посадить на веревочку то есть плетеной веревочкой мы петлю накидывается на руку авторах воспитатели и он с ней так ходит за столом сидит и везде ему ни одного шага его сразу мгновенно все сто процентов нарушений исчезли все но у меня тут операция была на позвоночнике до кона мать с ним приехала в больницу ко мне в краевую поблагодарить что он был здесь ребенок совершенно другой как это можно я я сама психиатр или психолог и изнаюсь с ними ничего не могу делать не входе он не она в ячейку какую-то вписывать чтобы что такой-то я так-то отвечать а вот как-то а этого нету нигде нету нигде что его выдрать надо она не знает это дело то у него держит там в руках они но тут я его прогладил от макушки говорится до пяток все еще раз все сел как шелковый стоит вся мать согласна согласно тут уже не крапива у меня сетка в руках была сетка авоська и ручки вот я по полной программе пропустил все но ты не знаешь что делать писание говорит не жалей розги и не возмущайся криками его какое тебе образование вы педагог там учитель у тебя это не преподают этого нету там тронуть нельзя там универсальная какая тогда было другое посадить а для меня этого ничего нету были такие жалобы там уголовное дело приехала милиция даже фсб приезжали детей там кандидат миссис наук осматривает нигде ничего нет одного допрашивают у меня в книге все это написано вас здесь избивают способы говорит ну бьют хотя нет не бьют нас наказывают здесь ребенок и он понимает наказывает за дело вот и все я не все осмотрели главном вам прокурора была она подошла к этому ребенка не возьмете в лагерь это высшая оценка нашей деятельности а другая написала дети чувствуют себя прекрасно но это не прокурорский язык то понятно что она забыла как по юридически писать там она должна говорить согласно статье там и прочих она сказала по внутренней я могу только контуры нарисовать как обстановка маленький нюансе к другой и уже меняется обстановка я должен по-другому этому это нельзя научиться если тебе это не дано ты можешь преподавать мама мыла раму рама упала на маму там проще но это это не как вот он начинает делать подражать как один говорит вы подражаете игнать его вас везде собачий хвост вот понятно я мешаю еще не скажете сидит здесь помощница в лагере вот любое дело даже любое нас отец приучил мы пасем коров и там пасут телят то другое отец нас смотри какая трава вот она мокрая корове много нельзя ее спущет вот это съезд их спорсет был нельзя поить нельзя он вообще отец пастух был 40 лет и он нам это передала любовь к своему делу ты сынок так дело дело что тебя еще раз пригласили вот на девочка сидит значит какой-то раз восьмой год приезжает одна нас приезжала где-то кажется 25 год со своими уже ребятишками ну плохо было чтобы она ехала у нее есть возможность других местах где-то быть и человек который осознает тот понимает это дело спрашивает ну а почему вы другие опыты не берете но я другие опыты нигде не беру это уверенность я вам покажу вот это у меня это от японии взято вот это из австралии вот это от финляндии и сколько я беру от других вообще никто не берет обвинение беспочвенно я беру все абсолютно все что где доброе тоже что может помочь быстрому освобождению ребенка от пороков это вера в бога почтение к родителям к старшим к воспитателям и прочее я его насаждаю так активно чтобы чтобы ребенок это а бывает он никакой ничего посмотрим он разблокируется а вот как если родители неверующие неверующие значит так же самое я вам сделал пример уголовники сидят а вы перекинете да это проще родители здесь неверующие тут тут вариантов намного больше там я стиснуты стенами обстановкой никуда мне сдвинуться нельзя а работа идет а потом они встречаются я становлюсь на молитву они все человек уже стали на молитве на колени это родители тут проще вот они были сейчас интересно вот только закрыли вы видите интернет видимо не заплачено как раз это уехала буро этот арсений и он там какое-то слово сказал написал меня ролик называется купанию не погода или холод не помеха и он счета там сказал видимо не хотел купаться он уже сборола уехала родители забрали его скопа распрощается на 3 пол везде такой чтобы никто не обижался встретишься в городе это уже друзей приобрел и и люди это смотрят и все это спрашивает где это как какая программа у меня вообще программы нет у меня я беру трехтомник нового завета блаженного фифилакты и по нему проходим а закон божий там что говорит как это все там найдешь там все есть а через какое пищу свечку подавать чисто фото не через какое подавать не надо покупать не надо вопрос снятый они не там ищут а так я же спросила через какой я ответил для верующего то не надо горят огромное светило у меня православную у нас восковые свечи две-три свечи поставил достаточно зачем их две сотни три сотни трещат горят там катарахты наживают и в любом вопросе так какой был ни был сначала надо ли это а что отвечать первый вопрос надо ли отвечать я не знаю надо ли не надо это первым делом я должен помолиться побывать сразу понятно ему отвечать не надо я должен просто отойти в сторону а родители неверующие я должен показать вот неверующие сын ваш растет таким же и дальше что будет вы смотрите вокруг что делать я вам должен показать нарисовать картину при вере в бога у него совершенно другой настрой будет таланты какие откроются послушание он здоровый вас конечно спортивный парень растет в армии возьмут возьмут там на него дубина готова уже и он в петлю залезет он приходит один а там их восемь человек у них уже сбитая ходло это начинает стирай мои трусы а он я что буду сразу его сбили а ночью лег в пятом задушит и все и скажут сам повесился а что он должен был это вопрос другой наши ребята которые служили в армии ни у одного не было дедовщины ни у одного одна семья вот она живет но один сын попал в президентский полк опереты шли конечно войска в кино сняться другой дивизии дзержинского германии был это тоже мы объясним что не надо ему было но это говорит о том что он не на выборстве где-то а другой у него ничего нет он просто любит все его направили на север и там держит каких-то они то ли коров или еще то что они его поставили за ними ухаживают а ему не надо учить он все это знает по он там не ворует ухаживает все у него чисто в нем души не чает какая там дедовщина то он один на это на конюшне то на кухне и он вернулся он приобрел такие специальности все ремонтирует его ремонт он все деньгах все как надо то есть у каждого где-то что-то свое это одна семья но совершенно по-разному но у всех вырабатывается почтение к родителям вера в бога это все заложить и родителям такие примеры нужно показать а у нас сынок заворовался у меня книги написано как он заворовался когда ему 5 лет племянник у меня приезжаю с новосибирска жена говорит вот ездили в гости там в ребриху 100 километров и он дома показал из кармана то я увидела зелененькие фигурки там на лошадях что там солдатики вот такие вот лета что делать а он спит уже ну что помолились первым делом потом я разбудил разбудил и говорю вот эти лошадки-то откуда наверное взял их там они никуда не покупали в магазин не ходил он должен сам создать а